еще бывает что ты потерян что кажется что все безнадежно нету сил нету мотивации нету энергии можно сказать что это состояние депрессии такого расстройства апатии и кажется что лучше бы я не трогал и не касался тех вещей за которые брался потому что у меня ничего не получается все рушится все валится и нету хочется может быть хотелось бы вылезти из этой ситуации хотелось бы выйти из нее но как-то нету нету этой силы нет этой энергии меня зовут даниэль дубовис и сегодня мы постараемся обсудить такую концепцию как ля шпиа и начинать карабкаться вместе из состояния отсутствие энергии отсутствие мотивации может быть легкой депрессии наверх к мотивации к вдохновению и к реализации твоих целей ля шпиа означает влиять и уже это слово мы понимаем имеет более серьезную более весомую такую позицию нежели слова давать делать работать какой-то более простое мы говорим о состоянии в котором мы чувствуем что мы меняем что-то в своей жизни в жизни мира вообще в жизни людей и поэтому неважно где мы находимся в нашем личном доме на работе в бизнесе мы можем там просто работать для того чтобы заработать денег для того чтобы не знаю продолжать жить а можем продолжать все делать есть работать находиться в отношениях для того чтобы менять менять что-то в этом мире как мы знаем очень много разных знаменитых людей которые не просто жили а просто изменили курс этого этой жизни этого мира и мы сегодня им очень благодарны да потому что они не не жалели своих сил своих ресурсов своей энергии они не считали сколько часов они работают и сейчас дело не в том как много мы будем работать дело не в этом а с каким намерением какое наше желание интересно что слово ля шпиа она связана напрямую со словом шефа или изобилие означает что если я нахожусь в состоянии влияния я притягиваю изобилие в свою жизнь изобилие это означает что я не буду чувствовать никакой нехватки все что мне нужно будет я буду иметь у меня это будет в моей жизни сейчас в данной ситуации когда может быть сложно об этом думать что значит изобилие что значит тот самый успех что значит влияние мы находимся в состоянии чуть-чуть депрессии апатии сейчас сложно двигаться сложно встать с кровати но мы хотим знать какова наша цель мы куда мы движемся вместе давай для начала разберемся как вообще с этим процессом как вообще это произошло почему произошло иногда люди впадают в депрессию после серьезных потерь человека бизнеса денег я буду очень рекомендовать посмотреть ролик с нашим учителем ицхаком синвани на тему потерь в ключевом смысле депрессия означает отсутствие ясности когда я не знаю куда идти кто я зачем я как будто в темноте а самое лучшее что мы можем сделать в темноте мы можем ходить пытаться как-то на ощупь ходить щупать пространство но согласись что самое полезное или эффективное что можно сделать это включить свет первой помощью будет начинать давать что-то что это что значит давать вообще что что я могу сделать сейчас мне плохо давать означает делать что-то полезное польза и кстати даже когда вы очищаете свое пространство делайте простую уборку да для этого не нужно быть профессором по астрофизике просто сделать уборку интересно что уборка это духовный инструмент во первых он принесет пользу потому что у вас станет чище на физическом уровне меньше бактерий больше порядка больше порядка в комнате больше порядка в голове но даже если вы найдете в своем пространстве паутину паутина она связана с пауком она она иврите или в каббале паук он называется акавиш акавиш или тот кто тебя мякев задерживает то есть энергетический может быть у вас там есть много просто паутины этой это одна из причин почему как-то у вас все медленно в жизни и все что нужно сделать это убрать эту паутину это может включать также сделать порядок в своих вещах слышали наверное что освобождая свой гардероб убирая вещи которые не носили уже наверное месяц а может быть полгода может быть даже больше мы открываем пространство для нового для нового новой энергии которая может зайти можно сделать это можно подумать кому вы уже хотите это отдать куда вы хотите передать эти эти вещи хорошо допустим у тебя уже идеальная чистота дома начинай думать о друзьях близких коллегах может быть которому сейчас очень непросто и ты чувствуешь что нужно поддержка нужно помощь если ты уже сейчас вспоминаешь такого человека в своей голове нажми на паузу может быть ты можешь как-то его поддержать быть полезным узнать как он себя чувствует возможно что есть люди которым ты уже звонил возможно что есть люди которым ты не знаешь как можно помочь могу обрадовать или удивить что если ты будешь молиться за этих людей молитва это очень сильный инструмент сегодня есть исследования которые показывают что процесс выздоровления исцеления человека за которого молится группа людей и процесс исцеления человека который за которого не молятся это две разные вещи гораздо эффективнее когда за тебя молятся когда тебе направляют энергию другие поэтому сейчас можно нажать на паузу и сделать список таких людей которым может быть ты не можешь позвонить и не знаешь как им помочь но ты можешь за них просить можешь молиться за итак давайте сделаем быстрое резюме подведем итог мы хотим сейчас у нас есть четыре главных этапа которые мы можем можем пройти первое это навести действительно порядок сделать что-то полезное в своем окружении второй этап мы можем посмотреть на наш гардероб возможно что там есть лишние вещи лишние вещи означают что они не лишние но мы их уже не одеваем они уже не полезны для нас мы можем почистить это пространство очищает и пространство напоминаю мы создаем новое 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 пространство для новых для новой энергии для новых вещей которые могут зайти в нашу жизнь это не только вещи мы освобождаем пространство для новой энергии поэтому можете подумать куда вы это отдадите в какие-то места, которые нуждаются в этих вещах, людям. Неважно, вы найдете, я думаю, креативные способы, как поделиться этими вещами. На самом деле эти вещи найдут, как только вы их решите отдать, они найдут своего хозяина. Третий этап. Мы хотим позвонить всем тем людям, о которых мы хотим позаботиться. И главное помнить во всех этих этапах, что мы хотим перестать думать о себе. Помнить, что слово «ля шпе» или «влияние» нету там присутствия меня. Я отменяю себя в этом процессе. Меня нет, я только думаю о других. Такой вот выход из себя. Мы забываем о себе. Так вот, позвонить, подумать о тех людях, о которых мы хотим позаботиться. Как я могу им помочь, что я могу, как я могу их поддержать, может быть, беседы и так далее. И четвертый этап. Это если ничего я не могу сделать, некому мне звонить, или уже звонил, и уже не знаю, как больше я могу поддержать человека, или помочь этому человеку, повлиять на его жизнь. Теперь я могу о нем молиться. И это очень много, и это очень сильно. Теперь после того, что ты сделал то или иное действие, убрал, почистил пространство от одежды, позвонил, начал молиться или думать о людях, почувствуй, что ты чувствуешь сейчас. Начинает ли возвращаться энергия жизни в тебя? Чувствуешь ли лучше, есть ли бодрость, есть ли мотивация? Куда-то, может быть, что-то делать, да, какая-то энергия пришла. Спокойно наслаждайся этой энергией. Помни, это тот ресурс, когда мы начали, или влиять, мы начали думать даже, как влиять. Уже когда мы начинаем думать, мы уже получаем ресурс. И теперь, когда жизнь уже больше течет в ваших жилах, в вашем теле, можно посмотреть, можно посмотреть ролик, видео на тему Head, который сможет прояснить, как вы оказались в этом месте, как вы попали, что привело вас в то место, в котором вы сейчас находитесь. Если совсем все критично, сложно, то, наверное, в ближайшие несколько дней будет непросто. Но делая, следуя этим шагам спокойно, не торопясь, шаг за шагом, я знаю, уверяю тебя, ты выкарабкаешься из этой ситуации. Также должен сказать, что то, насколько ты чувствуешь отсутствие энергии, депрессию, апатию, насколько это состояние тяжелое, настолько и выход или преодоление этой ситуации будет сопровождаться с очень большим раскрытием, большим светом. А сейчас я хочу, чтобы ты подумал о двух глаголах и, может быть, поразмышлял о разнице между ними. Брать и получать. А в следующий четверг мы с тобой разберем такую концепцию, как хлеб стыда. Если это было полезно, подписывайся, жми лайк. Если есть вопросы, пожалуйста, напиши в комментариях. Если ты знаешь людей, кому ты думаешь это видео будет полезным, поделись. И если хочешь, чтобы оповещение о следующем ролике пришло, нажми на колокольчик. Я Даниэль Дубовис, и мы увидимся в следующий четверг. Субтитры подогнал «Симон»